В Германии ищут нового владельца для виллы Йозефа Геббельса. Пустующий особняк у озера Богензе под Берлином оценивают в 15 миллионов евро. После войны в покое гитлеровского министра пропаганды, чего только не размещали от детского сада и магазина до парикмахерской и пивной. Пока в наши дни здание не начало разрушаться. Его решили продать, но сделку все никак не удавалось заключить. Теперь, однако, чиновники утверждают, что в самое ближайшее время дом Геббельса получит нового хозяина. Константин Гальденцвайк продолжит. В этом зале в гостях у Йозефа Геббельса танцевал чуть ли не весь берлинский свет. Но кончен бал. Паркет, как видите, уже вздулся. Этажом выше все еще хуже. А когда-то отсюда был прямой спуск к озеру. Геббельс приветствовал тут своих гостей, и они шли гулять вдоль берега. Это прямо напротив. Но в последние годы все зарастает бельем. Чем сильнее последние 15 лет ветшает это наследие, тем безуспешнее власти Берлина пытаются избавиться от виллы, о которой, если б не ее прошлое, можно было бы только мечтать. Роскошный особняк министру пропаганды подарила в 36-м киностудия Бабельсберг. 40 комнат, сохранившийся интерьерский на залом и антикварной сантехникой, личная ванна и душ рейхсминистра, гардероб. Меня этот дом восхищает. При тех технических средствах, которые тогда были в распоряжении строителей, поразительно, как умело он построен. На века. Благородные сорта дерева, отделка и двери. Все это прекрасно сохранилось до наших дней. Пустующее здание, впрочем, восхищает не только его дому права, но и непрошенных гостей, тоскующих по былым временам. Роберто Мюллер, следящий за особняком с 80-х, говорит, что выгонял отсюда не раз приезжавших на арийские слеты и на дни рождения Гитлера. Претендентов на такой объект хватает. Для нас важны гарантии, что новый владелец не будет творить никаких глупостей. Мы готовы отдать здание, но с прописанными хотя бы на 10 лет условиями использования. И от арийского греха подальше в Берлинском фонде недвижимости решили не продавать его, а сдавать. Разыскиваются благонадежные арендаторы. Списки жестких условий и многомиллионная реставрация. Под курорт, гостиницу, образовательный центр. Переговоры с соискателями продолжаются, но пока вместо прорыва протекшая крыша. А под нею недоумевающие туристы. Во-первых, это наша история. Это возможность не забывать о том, что здесь было. Нельзя допустить, чтобы этот дом развалился. Но главный памятник, который здесь выставляют на продажу, это гектары вокруг бывшего дворца Союза немецкой молодежи, ГДРовского аналога Комсомола. В те времена, признаются здесь старожилы, об этом соседстве с виллой Геббельса здесь и не задумывались. Теперь же именно это соседство мешает найти покупателя. И этим стенам. Чтобы в такие же руины в тени Геббельса не превратился и этот сталинский ампир, минувшим летом в Берлине заявили впервые о новом подходе. Нет виллы, нет проблемы. Пример для подражания родной дом Гитлера в Австрии. О его сносе местные власти объявят, вероятно, в ближайшее время. По-моему, нам тоже пора начинать разговор о том, нужен ли вообще нам такой памятник имени Геббельса. Или лучше его снести. Лично я считаю, что снос это верное решение. Мы не вправе позволить, чтобы эта вилла превратилась в место паломничества для ультраправых. Но точку в споре ставить еще рано. Он лишь начинается. Геббельс умер, а вилла его живет. Потомкам каждый год ее простое обходится в 250 тысяч евро. Константин Гальденсвайк, Илья Левентов, RTVI из Германии.